25 октября в столице республики Каркапакстан под эгидой ООН пройдет международная конференция высокого уровня. При Аралье зона экологических инноваций и технологий. Эксперты уже находятся на месте предстоящего события. Сегодня они посетили восстанавливаемую территорию дна Аральского моря. Хотелось бы вновь обратить ваше внимание на одну из острейших экологических проблем современности, Аральскую катастрофу. В моих руках карта трагедии Арала. Думаю, вот здесь, участникам сегодняшнего заседания, комментарии здесь излишни. Вот с этих слов было положено начало грандиозной государственной программе по ликвидации последствий Аральской катастрофы. С высокой трибуны ООН президент Шавкат Мерзиёев озвучил проблему. А после, по поручению главы государства, начался беспрецедентный по своим масштабам процесс озеленения громадной безжизненной почвы. Ознакомиться с результатами годичной работы на дно осушенного Арала приехали представители десятков крупнейших международных организаций, таких как ООН, ПРООН, Евросоюз, а также сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране. Гости буквально исследовали каждый квадратный метр ожившего дна моря и не скрывали своего восторга от увиденного. Дескать, как так? Всего год назад здесь была голая пустыня, а теперь всего спустя несколько месяцев на громадных территориях созданы плантации из Саксаула и других пустынных растений. Хотелось бы выделить внимание, которое уделяет господин президент Шавкат Мерзиёев этой проблеме. Сегодняшнее наше посещение Муйнака, осмотр этой территории, того огромного объема работ, который был произведен Узбекистана, является самым непосредственным доказательством того, что можно реально на данном этапе уже притворять в жизнь. Мы увидели, конечно, огромные территории. На самом деле это очень впечатляет, что более 5 миллионов гектаров составляет высохшее дно Аральского моря. Уже посажены растения, Саксаулы, которые уже взращены, уже дают свои результаты. Эта работа очень и очень впечатляет. В ходе экскурсии узбекские ученые подробно рассказывали гостям о созданных лесопосадках, из каких они видов растений. Прозвучало, что всего за один нынешний год удалось создать почти 500 тысяч гектар зеленых насаждений. Для сравнения, это даже больше, чем было создано за 40 лет, то есть за всю историю существования аральской проблематики. После делегацию зарубежных гостей пригласили в специально развернутую палатку. Здесь, на подготовленных плакатах, иностранным экспертам подробно рассказали и показали, что уже сделано за короткий период. Причем экспозицию выстроили в хронологическом порядке, начиная с первого дня реализации государственной программы. Очень важно, что эта инициатива действительно происходит от вашего президента. И сегодня мы видели, что действительно отдаёт уже результаты эта программа. Надо сказать, что часть экспозиции была и на улице. Наглядная демонстрация технических возможностей для качественного проведения работ. Знакомство с возрождающимся приоралием продолжилось уже в райцентре Муйнака. Гости посетили новый объект инфраструктуры. Особенно впечатлила гостей новая швейная фабрика. Текстильное производство, созданное практически посреди песков. И при этом гости отметили хорошее качество производимой продукции. Я была в Муйнаке в мае этого года. И я вижу, что столько строено, столько сделано для народа в течение, не знаю, 6 месяцев. Это впечатлительно, конечно. Сейчас мы находимся в текстильной фабрике. И мы видели, что здесь, как я понимаю, 700 рабочих мест. Это отлично, конечно. Я очень радуюсь, что нашли, инвесторы нашли такие хорошие устройства для рабочих женщин. И что для них это очень важно, конечно. И я думаю, что это хорошо, что это сделано. Знакомство делегаций международных экспертов с возрождающимся приоралием продолжается.